Минута славы. Телешоу, покорившее весь мир. Этот грандиозный проект был придуман в Англии. И всего за несколько лет стал супер популярным. Более 40 стран уже успешно провели съемки и дали людям возможность показать свои уникальные способности. Сотни городов, миллионы зрителей, бесконечные очереди на кастинги связывают одной целью самые разные точки планеты. Найти самых талантливых людей среди жителей огромных городов совсем непросто. Но поиски идут. Идут везде. И каждый может попробовать свои силы. И в честном состязании доказать, что именно его номер достоин получить приз и всенародное признание. Получить по праву, как поется в российской песне, свою минуту славы, жаждут люди самых разных возрастов и профессий. Они проходят множество отборочных туров. И все мечтают покорить своим талантом уважаемых членов жюри. Кстати, вопреки расхожему мнению, что в России самое строгое жюри, европейские судьи оценивают участников намного строже. И на кнопки нажимают гораздо чаще. Как и в российском проекте, в жюри других стран присутствуют самые известные люди. Актеры, политики, телеведущие. И, конечно же, певцы. Например, Дитер Болин, участник группы «Модерн Токен». Именно он в прошлом сезоне оценивал таланты «Минуты славы» в Германии. Выступив в телевизионном шоу, многие конкурсанты становятся настоящими звездами. Взять хотя бы удивительную историю Сьюзен Бойл, которая благодаря «Минуте славы» из простой домохозяйки превратилась в мировую звезду. И это всего один пример из жизни миллионов людей, судьба которых круто изменилась. Сначала «Минута славы» покорила Америку, Австралию и Европу. В 2006 году пришла в Россию. А после этого стала выходить в эфир и на постсоветском пространстве. Например, в Украине это шоу называется «В Украине есть таланты». И здесь члены жюри со всеми участниками стремились быть в первую очередь откровенными. Я вас умоляю, оно вам надо. Как трудно работать дальше в таких условиях. Ужас. Ой, такие хорошенькие все. На «Минуту славы» приходят люди с абсолютно разными номерами. Известно, что в Англии любят больше цирковое искусство. В Германии – песни, в Америке – оригинальные номера. И только в России популярны абсолютно все жанры искусства. И участники готовы бороться не только за огромный приз. Гораздо важнее народное признание и любовь зрителей. И пока существуют таланты, будет существовать минута славы.